Конечно же, самое, наверное, важное и самое настоящее такое отношение к публике и понимание публики, когда я чувствую, вижу, что публика следит и очень тихо смотрит спектакль. То есть, когда я чувствую, что публика боится пошевелиться даже и следит за каждым моим жестом, это здорово. Это значит, что я держу зал, это очень интересно, это очень важно. Дирижер и оркестр, и балерина, все это вместе. Кажется, что музыка и твое исполнение, это как один такой круглый шар, это все вместе, это невозможно отдельно. Поэтому, наверное, у меня получается музыкальный спектакль. Она поражает своим вторым актом. Когда она делает белый балеринский акт, самый главный в балете Жизель, она делала его, опять же, историю форм. У нее, например, там были какие-то совершенно невозможные кубические арабески. То есть, это, с одной стороны, было странно, иного, и никто так до нее вроде бы не делал. Музыка и твое исполнение. Музыка и твое исполнение. Я люблю в Москве место Кремлю. Когда находишься за стенами внутри Кремля, это невероятное энергетическое место. И ты понимаешь, что вся Россия находится в этом месте. И, наверное, я бы всем туристам советовала посещать обязательно это место. Музыка и твое исполнение. Музыка и твое исполнение. Музыка и твое исполнение. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Казахстан Каждый спектакль проходит по-разному, и состояние у одеты все время разное. И все время каждый спектакль ищешь новый образ одеты. И это очень сложный, очень тонкий образ. Казахстан Я больше люблю Адилю, я думаю. Может быть, потому что ее легче исполнить эмоционально. Потому что одета – это такая загадка. Сегодня для меня интереснее. Там много очень красок водили. Там победа. А одета – она очень слабое существо. Мне больше нравится играть сильных героинь. В балете все время присутствует либо любовь, либо, наоборот, ненависть, либо предательство. Поэтому там тоже все время вот так вот все крутится между большими чувствами людей.